Хей, чувак, с тобой я, Стопикат. Это не видео, в котором я буду объяснять, как устанавливать читы. Тема этого видео достаточно важна игрокам любой игры, ведь многие пострадали как раз-таки из-за читов. Что же они из себя представляют и как с этим бороться? В этом видео мы обсудим все вопросы, поэтому усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Что вообще значит слово читы? Слово происходит от английского слова cheat, что значит жульничество. Вообще, в старых играх не было понятия читы, были коды. Самым первым читом был код Konami, который по ошибке попал в игру Gradius 1986 года. Из-за того, что игра была до такой степени сложной, что разработчик не мог ее пройти, сам разработчик добавил чит-код, который активировался при помощи комбинаций клавиш. Вот только код по ошибке попал в игру. Теперь во многих играх 90-х-2000-х есть пасхалки в виде этого кода. Достаточно интересно и даже немного абсурдно. Но вот что мы имеем сейчас? Любой первоклассник может скачать читы и свободно мешать каждому игроку определенной игры. Возьмем как главный пример Roblox. Вы спокойно играете в Jill Break, как вдруг к вам телепортируются полицейские и резко садят вас в тюрьму. Или другой случай, когда преступник бегает со скоростью 299 792 458 метров в секунду, а вы, будучи полицейским, даже пустить снаряд электрошокера в него не можете. Другой пример. Lumber Tycoon. Вы спокойно строите базу, как вдруг какой-то неизвестный игрок переворачивает все вверх дном и разбрасывает все вещи по всей карте. Или вы продаете, казалось бы, хорошему покупателю подарки, и как только вы добавляете его в байт-лист, все ваши вещи исчезают во мгновение ока, и вы даже не успеете понять, как только что потеряли большую часть своей работы. Если вы с этим не сталкивались, то вам повезло так же, как и мне. Многие игроки делают это от скуки, ведь они достигли всего в Lumber Tycoon. Другие портят суть игры и просто мешают остальным игрокам. Конечно, в Roblox есть античит, но эксплойтеры создают все новые и новые читы, которые обходят систему защиты Роблокса. И вот как спокойно играть, если ты знаешь, что угроза может появиться в любой момент, и ты ничего с этим не поделаешь. Против лома нет приема, если нет другого лома. То есть, если ты хочешь бороться против читов, то тебе надо бороться читами. Но вот тут начинается самое интересное. Злые и добрые читеры. Естественно, распространен стереотип, что если человек использует читы, значит он плохой. И иногда я придерживаюсь этого стереотипа, ведь я не могу доверять человеку, который может стереть все мои достижения. Так вот, злые и добрые читеры. Есть те, кто скачивает читы ради исследовательских целей. А есть те, кто скачивает по приколу. Но есть те, кто специально хотят испортить другим игровой процесс. И тут фиг поймешь, тебе хотят помочь или навредить. Но вот, скачивать читы в других играх вряд ли можно посчитать за исследование. Возьмем, к примеру, любой шутер. Что там можно исследовать? Ну ладно, сейчас мы говорим про Роблокс, где хорошим читам все-таки есть место. В Ламбертайконе есть много загадок, ответы которой скрываются в невероятно сложных вещах. А с помощью читов мы можем приблизиться к ответу. С помощью читов мы можем рассмотреть скрипты игры, из которых можем узнать больше предпредмета и так далее. Все остальное уже зависит от самого игрока. Для каких целей он будет устанавливать читы и как он будет их использовать? Лишь игрок выбирает способ игры. Ну или античит. А чтобы спастись от читов, покупайте вип-сервера. Вот так вот Роблокс заставляет нас тратить денежку. Читы и игрока, использующего их, можно сравнить с ребенком и сладостями. Ребенок берет сладость и ест ее. Она ему очень понравилась и он хочет еще. И он ест и ест, пока ему не станет плохо. Так же с читами. Игрок устанавливает читы и видит, сколько у них возможностей. Ему нравится делать то, что не могут делать остальные. И он использует и использует читы и вдруг получает бан. А бан он получает из-за огромного количества жалоб. Так что даже если вы используете читы с хорошими намерениями, то не стоит говорить об этом каждому. Ведь как только какой-то человек узнает, что вы используете читы, у него пропадет доверие к вам. А почему? А потому что у вас больше возможностей, чем у него. И поверьте, эти возможности заставят испугаться каждого. Конечно, вы можете кому-то очень сильно доверять, как и я. Ведь это ваш друг, он ничего плохого не сделает. Но это уже зависит от вас и от игрока. Я не буду остерегать вас от друзей. Я дурачок, шо ли? На этом видео заканчивается. Если вы слышите это, то видео вам явно понравилось, ведь вы досмотрели до конца. Ну а с вами был Стопикат. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok